Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодня в зале почти тысяча участников, представителей рынка, интернет-маркетинга и веб-журналистики. Среди них веб-мастера, копирайтеры, веб-дизайнеры, фотографы, интернет-маркетологи, владельцы и руководители бизнеса. Будет интересно. Итак, смотрим третью часть. Приглашаю следующего докладчика. В общем-то, немножко небольшую сделаю вводную часть. Компании, которые вкладываются в контент достаточно много и серьезно, на самом деле, рано или поздно сталкиваются с проблемой воровства контента. В общем-то, следующий доклад будет как раз посвящен не воровству контента, а способам защиты контента, цифрового контента. Я приглашаю Олега Колесникова, генерального директора Ассоциации по защите авторских прав в интернете. Просьба, давайте немножко ближе к регламенту. Желательно доклад вмещать в 20 минут плюс вопросы. То есть я постараюсь не очень долго с докладом и на вопросы время оставить. Ну, я зайду с той стороны, как было обещано, во всяком случае, было обещано в релизе, что мы начнем с госрегулирования и зачем государство вообще пытается это делать. Ну, то есть мой доклад, по сути, по юридическим вопросам, вопросам копирайта в интернете. Значит, ну, я думаю, все в курсе, все видят, что государство сильно лезет во всякие правовые вопросы в интернете. Зачем же оно, собственно, это делает? Ну, в первую очередь, потому что оно видит в интернете часть своей территории, на которой имеются нарушения различных прав. Ну, вообще разные правонарушения. Почему своей? Сложилась, в общем-то, международная практика такая, что местом правонарушения считается то место, где была оказана услуга. Ну, допустим, кто-то зашел в интернет-магазин в сети Тор, купил там наркотики или оружие, у кого-то неизвестно. Где произошло это правонарушение? Оно произошло в том месте, где находился тот некто, который получил эту услугу. То есть, для примера, магазины, которые торгуют текстами, книжками непосредственно, и имеют для каждой книжки особый правовой статус, что книжка данная, у них есть права на такую-то территорию. Вы заходите с другой территории, вам сервер говорит, что вы знаете, на территории вашей страны мы вас с этим товаром не обслуживаем. Ну, не только с книжками бывают, многие товары бывают такие. Просто потому, что компания понимает, знает свой правоправовый статус своих товаров и не предоставляет их на той территории, на которой не имеет права предоставлять. Ну, или на которой она не уверена, что местные законы позволяют такую услугу оказывать. Почему, собственно, в интернете так много нарушений и на это обращают внимание? Это прежде всего потому, что в любом бизнесе, не только в интернет-бизнесе, самую высокую отдачу на вложенные средства можно получить там, где ту область, которую еще не успели запретить, или где уже запретили, но еще не начали сильно регулировать. Какое-то время назад это были там спамеры, очень выгодно заниматься. Сейчас это там всякие пиратские сервисы и нелегальные сервисы. Понятно, что это, что подобное будет существовать всегда. Всегда есть предприниматели, которые готовы ради хорошей прибыли там на любые правонарушения. Ну, а государство пытается с этим как-то по мере своих сил бороться. Государство при этом это некая там демоническая сущность. По сути, государство это некий такой проводник коммунальных интересов, пытающийся защищать все общество. Поэтому, если вам кажется, что какие-то из тех решений, которые пытается проводить государство, ущемляет вас, ограничивает вас в каких-то правах, возможно, что это просто было достаточно разумное решение, принятое умными людьми, которые просчитали, что, наверное, имеет смысл ограничить большинство людей в этих правах. То есть это не так, что кто-то волонтаристски пытается на себя тянуть одеяло. Прежде всего, сейчас вот самые основные глобальные изменения, которые происходят, которые малозаметны, в основном обсуждают всякие там законы, что блокировка сайтов, но происходят потихоньку более серьезные изменения в юридической структуре интернета, связанные с тем, что изменяется концепция анонимности или приватности. Какое-то время назад, в общем-то лет 5 назад, было достаточно много и сервисов, и сайтов, зарегистрированных абсолютно анонимно, так что вообще невозможно даже докопаться, кто тут владелец, кто там чего-то делает. Эта система потихоньку изменяется. Сейчас уже практически очень тяжело зарегистрировать сайт, чтобы не предъявить свои паспортные данные или кредитную карточку. И все меньше становится таких сервисов, где можно зарегистрироваться и не сказать, кто ты. Это, с одной стороны, кажется плохо, потому что люди беспокоятся за свою личную жизнь, что они оставляют где-то свои сведения. С другой стороны, это двунаправленный процесс, потому что сопровождается этим ужесточением правил работы с этими личными данными, которые приводят к тому, что лет 5 назад любой сотрудник ФСБ мог прийти к администрации сайта и сказать, дайте мне данные ваших клиентов, потому что у нас есть такие следственные действия, и нам нужно что-то установить. Сейчас можно уже смело посылать с такими запросами, соответственно, отправлять в суд или пусть делают какие-то более формально сформулированные, то есть официально какой-то запрос, на который можно будет опять-таки официально либо дать разумный ответ, либо не дать никакого ответа, если они того не заслуживают. Но, скажем так, осталось много еще следов прежней концепции анонимности, и сейчас до сих пор есть много сервисов, неизвестно кому принадлежащих, то есть юридически никому не принадлежащих, которым невозможно поэтому предъявить претензии. Типа известных «Зайцев нет» с аудиоскачкой, в книжном бизнесе это сайт «Лебустонет», который тоже фактически никому не принадлежит и некому предъявлять претензию. Но это такой не то что сиюминутный, но вопрос нескольких лет приведения этого всего в нормальную юридическую область. Ну и, соответственно, потихоньку перейду к теме, которая вам здесь ближе, это, собственно, что можно делать и как относиться, если вы видите, что какие-то ваши тексты появились в том месте, в котором они вроде бы как не должны были появиться. Правовая база для охраны текстов есть. Гражданский кодекс, во всяком случае, в отношении всех российских сайтов действует. И там есть несколько таких популярных мифов, что в интернете можно любой контент куда угодно переписать, и невозможно никому пожаловаться. Это, я думаю, что люди, которые в этом постоянно и много работают, они знают, что это так, это расхожие мифы, поддерживаемые теми, кому это выгодно, кто строит свои сервисы на каком-то чужом контенте. То есть многих, наверное, здесь, кто занимается SEO, этот вопрос затрагивает в том смысле, что поисковые машины любят индексировать только свежий контент, а новый, когда появляется дубликат, считают, что это неинтересный сайт. Поэтому сайты, создающие контент, то есть создающие какие-то описания товаров интересные, они больно реагируют, когда поисковая машина взяла и решила, что их описание это неважное, оно уже дублирует что-то чужое, а то чужое, оно правильное, потому что оно первое было замечено поисковой машиной. Если вы видите такой текст на каком-то сайте, что видите, что текст написанный вами, или вашей компанией принадлежащий, или вы писали этот текст для какого-то конкретного случая, он же на другом сайте доступен почему-то по другому поводу, то я рекомендую первое, это разобраться, а вообще какого это типа текст, и может ли этот другой сайт его использовать. Во-первых, другой сайт может использовать ваш текст, потому что вы его кому-то предоставили, а этот кто-то имеет договоренность с этим сайтом, и фактически вы опосредственно предоставили этому сайту. То есть надо хотя бы внутри себя разобраться, ну, в смысле, внутри своих отношений, есть ли у вас хоть какие-то косвенные отношения с другим сайтом. Соответственно, если нет, тогда уже повод копать дальше. Ну, один из аспектов, чего я хотел сказать, что вот мы зашли с темы госрегулирования и с правовой базы, но по сути в интернете есть своя система, уже выстроенная практически, своего внутреннего регулирования, и свои правила, как это надо делать. Если они почему-то не соблюдаются, можно тогда воспользоваться защитой официального законодательства, но в большинстве случаев, там, процентов больше 90, все разруливается просто внутри интернета. То есть если вы видите свой текст на чужом сайте, то первое – это обратиться к администрации данного сайта. Например, если это какая-нибудь там социальная сеть типа ВКонтакте, то в социальных сетях в обязательном порядке есть какая-то форма для обращения, в которой можно указать, что это вот по поводу нарушения авторских прав, заполнить ее, и она будет рассмотрена администрацией. Ну, если на ком-то похожем на социальную сеть нет такой формы, то это не социальная сеть, они просто себя за это выдают, какой-нибудь там UGC-сайт, который делает вид, что он социальная сеть. На UGC-сайтах, опять-таки, как правило, все-таки есть администрация, есть адрес, вообще есть некое, не то чтобы гласное правило, есть такой меморандум Роскомнадзора, который многие сайты такие известные подписали, там просто записано, что на сайте должен быть раздел для обращений в жалобе, где должен быть указан e-mail и адрес того, кто этот сайт держит, то есть куда обращаться. Опыт обращения в ВКонтакте и к другим реально хорошим легальным проектам показывает, что почти 100% случаев ваш текст будет убран, если вы возражаете против его использования. В крайнем случае, конечно, когда бывает сайт, сайт упирается, или там вот бывают случаи, когда тот, кто использует ваш текст, говорит, а ничего, это мой текст, я самого разместил, приходится воспользоваться дополнительными какими-то аргументами. То есть вы можете указать исходную публикацию, то есть где это было до этого размещено. Если дело доходит до суда, то понятно, что у всех в основном электронный оборот, это плохо воспринимается. Но в суде воспринимается электронная переписка, в суде воспринимаются, сейчас нормально принимаются отсылки к сайту веб-архив, который многие сайты архивируют, и можно по датам посмотреть, когда это. То есть если данная страница была заархивирована на веб-архиве, и, допустим, исходная публикация, и это можно все доказать, суд такие вещи принимает. Вплоть до того, что свидетельские показания, что кто-то подтверждает, что вы писали этот текст, это тоже вполне может сойти. То есть не надо бояться того, что у вас там нет документа. Вот сайт ВКонтакте, если к нему обращаться через форму, он любит на текст спросить, а вы приложите документ, что у вас есть права на этот текст. Это, скажем так, если они год назад еще просто директивно настаивали, то сейчас они, в общем-то, согласны и принимают заявление без этих прав. Можно просто в этом случае отметить, там в переписку они вступают, что у вас, да, в правилах написано, что желательно приложить документ, но желательно это не значит обязательно. Ну и, значит, в плане любопытных случаев общения с сайтами, расскажу такой случай, был сайт, ну он, в принципе, и сейчас есть, на него мне пожаловались с одной редакцией издательства «Эксмо», сказали, что вот есть сайт, вот мы издавали красную книгу, а вот сайт, он просто сделан по этой, вот просто все статьи красной книги, вот по всяких зверей тут есть, и он там занимается продажей там чего-то, ну, то есть отсылки какой-то, интернет-магазин, там что-то для животных продавать. То есть мы обратились к этому сайту, сказали, что вот такая-то публикация, вот вы незаконно используете, ну, то есть сайт это все-таки он уже существует, да, и понятно, что владелец сайта не заинтересован в том, чтобы уже частично раскрученный сайт как-то совсем убирать. Ну, через неделю они заменили все ссылки на вот тексты, написанные роботами, то есть вот статья была там, не знаю, там про снежного барса, да, она осталась про снежного барса, но читать ее невозможно, потому что это вот так, это какая-то велиберда условно. Так, ну, собственно, я хотел бы... Будут ли вопросы коллегу по докладу касаемые... Да, вопросы есть. Пока микрофоны движутся, давайте я тоже задам вопрос. А вообще, в спорной ситуации в суде, если, скажем так, идет разбирательство, и каждая сторона доказывает, что данный контент принадлежит нам, как бы как в суде вообще определяется действительное авторство? По каким признакам, свидетельствам, показаниям? Ну, то есть есть формальные признаки, то есть если есть какие-то договора, то суд смотрит договора, когда они заключены, с кем. Если договоров нету, то, конечно, сложнее доказывать, тут уже кто сможет убедить судью. Судьи и люди, и бывают реальные судебные ошибки в этом отношении. Понятно. Давайте вопросы из зала, прошу. Здравствуйте, меня зовут Яровикова Яна. И мне интересно, какое у вас впечатление от... Как у нас, насколько эффективна судебная защита авторских прав? Повторите еще раз вопрос, чуть ближе к микрофон держите. Когда доходит до суда, насколько эффективна и быстрая проходит защита авторских прав? Слышно? Это от раза к разу бывает очень... Ну, по-всякому бывает. Достаточно быстро обычно бывает через арбитражный суд, то есть это если два юридических лица судятся. Когда гражданский суд, это обычно бывает несколько подольше, ну и самые долгие случаи, это когда задействован какой-нибудь офшор, там иностранная компания, потому что в этом случае, как правило, между слушаниями бывает до полгода перерыва, потому что, по нашим правилам, компанию надо известить, на это выдается заметное время, и если там для российской компании выдают 3 недели, там средний срок, то для зарубежной компании 4 месяца длина извещения, и просто получается большая затяжка процесса. Еще вопросы из зала будут? Есть. Раз. Здравствуйте. Меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваши клиенты, организация ZAPI, насколько они идут на встречу в досудебном регулировании всяких разного рода претензий? Ну, то есть, если, например, к какому-то веб-ресурсу вы обратились с просьбой там что-то убрать, что-то закрыть, что-то заблокировать, во взаимодействии с этим веб-ресурсом, в части предоставления документов, например, правоустанавливающих, ваши клиенты идут на встречу? Или сразу начинается суд? Ну, то есть, вы идете и в суд подаете. Как это обычно бывает? Ну, я так понимаю, вы имеете в виду, что, допустим, мы обращаемся к сайту, сайт говорит, покажите нам документы. Ну, то есть, да, 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 сайт спрашивает, а вы кто такие? Ну, то есть, подтвердите. Нет, ну, во-первых, когда мы обращаемся к сайту, и сайт интересуется, кто мы такие, мы прилагаем доверенность от соответствующих издательств, от которых мы обратились к этому сайту. Когда сайт просит правоустанавливающие документы, то тут все достаточно индивидуально получается. Надо понимать, что правоустанавливающие документы – это договора, содержащие коммерческую информацию, не подлежащие разглашению, содержащие личные сведения о подписавших эти документы. То есть, это, в принципе, не публичные документы. Их никто никому не обязан предоставлять. В большинстве случаев они предоставляются только для судебного процесса. То есть, когда уже будет открыт судебный процесс, тогда они будут вам показаны. Ну, иногда, когда вот есть доверие к… То есть, это какой-то хороший, прилично известный сайт, мы понимаем, что это никуда не должно уйти, потому что это люди, дорожащие своей репутацией, тогда могут быть показаны эти документы. Хорошо, спасибо. Спасибо, Олег. Давайте в дискуссию по авторским правам немножко приостановим, и все вопросы Олегу будем уже в куларах задавать. Я какое-то время буду здесь доступен, можно ко мне подойти и спросить. Да. Спасибо, Олег, за интересный доклад. И переходим к следующему докладу. Следующий доклад у нас будет от представителя компании «Яндекс» Екатерина Тикунова. Екатерина у нас является руководителем группы развития продуктов, и она нам расскажет о улучшении сайта при помощи визуальных карт. Всем привет. Я чуть-чуть добавлю руководитель группы развития продуктов для разработчиков, потому что где-то мои коллеги пока отправляли информацию и потеряли одно слово. В общем, это не очень принципиально. В общем, еще раз здравствуйте, доброе утро. И, кстати, пользуясь случаем, раз уж пошла такая тема, если вы собираетесь опубликовать какой-то оригинальный текст, вы также можете заранее сообщить его «Яндексу» через «Яндекс.Вебмастер». Там есть специальная форма для отправки оригинальных текстов. И, в общем-то, в таком случае «Яндекс», проверив этот текст, действительно ли он… Ну, и после отправки текста вы уже можете публиковать его на сайте, потому что наш поисковый алгоритм будет предупрежден об этом. И мы будем, соответственно, учитывать именно ваш сайт как источник этого текста. Разумеется, если текст действительно оригинальный. Некатерина, а можно сразу вопрос? А почему достаточно часто происходит так, что даже при публикации оригинальных текстов через панель «Вебмастера» поисковый алгоритм «Яндекса» все равно неправильно определяет первоисточник по точному вхождению в виде заголовки статьи? Ну, потому что поисковый алгоритм – это поисковый алгоритм. Поисковый алгоритм учитывает функционал оригинальных текстов? Что имеется в виду? Я имею в виду следующее. Когда вебмастер использует функционал оригинальной тексты, загружает до публикации на сайте через панель, поисковый алгоритм получает сигнал? Да. Получает. Да. Тогда вот все-таки… Ну, мы на практике часто, я думаю, в зале тоже много есть людей, которые сталкиваются с ситуацией, что при перепечатке алгоритм выдает предпочтение не первоисточнику. Ну, тут как бы… В общем, мой доклад не посвящен алгоритму поиска, но если вкратце, то история такая, что алгоритм учитывает очень-очень много факторов. И, соответственно, ну, например, я не знаю, вот сейчас будет очень тупой пример, простите меня за него, но какая-нибудь небольшая региональная газета с небольшой посещаемостью опубликовала какую-то заметку, вот, а потом эту заметку перепечатал коммерсант или ведомости. Но, как бы, к сожалению, к большому, вполне может получиться так, что сайту коммерсанта будет отдано предпочтение. Ну, потому что, просто вот потому что… То есть каждый случай нужно рассматривать индивидуально, пишите в поддержку, вам всегда ответят. Да, мы, кстати, тоже рекомендуем такие дела. Действительно, поддержка отвечает и, мало того, переранжирует документы. Вот, когда по предыдущему докладу вопрос поднимался по юридической защите, тут, на самом деле, надо понимать, что есть еще вопрос поисковой защиты. Основная проблема все-таки не юридическая. Основная проблема для компаний, которые вкладываются в контент, в том, что частенько поисковые алгоритмы неправильно определяют первоисточник. Я рекомендую писать поисковым системам. Техподдержка достаточно быстро реагирует на эти запросы и переранжирует документы. Давайте приступим к докладу. Sorry за… Как это переключатель? Вот с кликером, я так понимаю, у нас вопрос не решился. А, хорошо, ну, можно тогда начать. Ну, в общем-то, я вам расскажу, как вам уже рассказывали про то, что должен быть хороший контент, но контент – это не только тексты. Контент – это многие другие части вашего сайта. Вот я сейчас расскажу, например, как географические карты решают проблему удобства сайта для пользователя и вообще как бы… ну, и вообще о том, что контент бывает разным. Можно следующий? Для начала, раз уж мы все равно начали говорить про поиск, немножечко вообще о картах. То есть все привыкли к тому, что очень важно, чтобы ваш сайт был в результатах поиска. При этом результаты поиска – это, ну, не только сами результаты поиска. Если, например, ищут люди что-то так или иначе связанное с географией, магазин, я не знаю, кафе, что угодно, то в самом начале, еще даже перед результатами поиска, у Яндекса возникает вот такой, мы это называем колдунщиком, который сразу предлагает на карте ответы на вопросы. Соответственно, если у вас есть оффлайн-представительство, то было бы очень здорово, чтобы вот в этих результатах оно также появлялось, особенно если человек ищет что-то недалеко от него. Можно следующий? Чтобы попасть вот в эту выдачу, нужно проверить, есть ли вы в справочнике. То есть вполне возможно, если там магазин или кафе, ну, организация достаточно старая, то в справочнике она уже есть. Тут можно подтвердить права на эту организацию и, соответственно, проверить, чтобы вся информация была корректной. Ну, если вдруг у вас в справочнике нет, то в справочник стоит добавиться. Следующий слайд, пожалуйста. И тогда, ну, вот, в общем-то, это уже, ну, как бы, то есть результаты поиска по карте, они, в общем-то, не только в колдунщике на поиске, но и еще и на карте. Можно дальше? Вот, у каждой организации, которая добавляется в справочник, появляется вот такая вот карточка, и наполненность этой карточки, она очень сильно зависит от вас. Если вы подтвердили права на свою организацию, то вы можете сюда загружать любую информацию, которая в данном случае для пользователей может быть полезна, начиная там от времени работы, заканчивая кратким перечислением услуг вашей компании и фотографиями. Ну, соответственно, эта карточка, это как дополнительное представительство, в общем-то, вашей компании в интернете, абсолютно бесплатное, что всегда полезно. Здесь же, опять же, есть отзывы от вашей организации. Ну, вот я слышала, что про отзывы вам уже все рассказали. Не надо делать фейковые отзывы. Мы сейчас тоже обучаем наши алгоритмы, их вычленять, и, в общем-то, ну, не нужно. Можно дальше? Пожалуйста. Ну, и, в общем-то, поговорили о вашей организации на картах Яндекса, и теперь, в общем-то, давайте поговорим о ваших сайтах, о контенте на вашем сайте. Знаете, есть такой старый анекдот, когда человек с похмелья просыпается и пытается понять, где он, подходит к прохожему и говорит, здравствуйте, а где я нахожусь? Ему говорят, ну, там пересечение Ленина и Куйбышева. Он, к черту подробности, в каком я городе? Вот очень часто на сайтах размещают вот такие вот схемы, на которых, честно говоря, ну, не то что сориентироваться там в рамках города невозможно, город не всегда понятен. Вот. И, в общем-то, это прошлый век, потому что нынешние пользователи интернета, они избалованы. Они привыкли, что всю информацию они получают сразу, быстро, и прямо на месте, им никуда за ней не нужно ходить. Можно дальше, пожалуйста? Вот. Также еще иногда вместо вот таких вот странных нарисованных схем размещают вот такие длинные списки. Речь идет о компаниях, у которых несколько представительств, несколько организаций. Ну, в общем-то, если ваши пользователи продвинутые знают, что такое command-f, они, наверное, найдут какой-то нужный им адрес в этом списке. Но думать они при этом про ваш сайт будут не очень хорошо. А можно дальше? Спасибо. Нет, можно еще раз? Есть еще такой вариант. Тут уже пошли дальше. Тут уже взяли кусочек такой электронной карты. Но сделали с нее скриншот и разместили такое какое-то странное нагромождение, чего-то непонятного. Ну, в общем, дизайн-дизайн. Так тоже делать не очень хорошо, потому что, опять же, это, по сути дела, ничем не отличается от той схемы, которую я показывала на первом слайде, но только еще и нарушает чужие авторские права, в данном случае, как бы, права Яндекса, потому что скриншот сделан с Яндекса, но на месте Яндекса мог быть дубльгиз, мог быть Google, мог быть кто угодно. Можно дальше. При этом существуют совершенно законные способы, которым пользуются большие игроки, и не только большие, но в данном случае пример — это Озон. Абсолютно законный способ разместить на сайте интерактивную карту, с которой пользователь будет взаимодействовать, по которой он сможет ориентироваться. И для того, чтобы понять, как добраться до вашей организации, ему не придется идти в тот же самый Яндекс, тот же самый Google дубльгиз, чтобы вбить адрес, построить маршрут и так далее. При этом, опять же, соблюдаются все права, все копирайты на месте. Давайте дальше. В общем-то, такие карты можно добавлять к себе на сайт через API. API — это как раз один из продуктов для разработчика, которым я занимаюсь. Это некие программные интерфейсы, которые позволяют вам размещать какие-то данные или какие-то возможности Яндекса, использовать эти возможности на своих сайтах. В данном случае мы будем говорить про API Яндекс.Карт, который позволяет размещать карты на сайте. Можно дальше? И еще раз дальше. Я разбила на несколько тем. Во-первых, самое простое, что на картах можно ставить метки. Метки можно ставить любые, метки можно ставить в виде логотипа вашей компании. Единственное, желательно все-таки придерживаться каких-то элементарных правил, что у метки должна быть тоненькая ножка, указывающая на конкретное место, чтобы все-таки человек мог понять, что это, а не просто наляпанный огромный логотип. Также, ну ладно, про маршруты я расскажу. Дальше можно? Дальше, пожалуйста. Вы можете ставить на странице несколько карт. В общем-то это JavaScript. Он не сильно, достаточно легкий, мы все время работаем над скоростью, и он не сильно нагрузит ваш сайт. Можно дальше? Также на одной карте вы можете разместить несколько меток. В общем-то, сколько угодно. Можно дальше, пожалуйста. Ну вот в данном случае как раз то, о чем я говорила, когда метки выполнены в виде логотипа компании. В общем-то на таком масштабе не очень важно, что не видно конкретного места, потому что в данном случае обзорный масштаб позволяет нам просто сориентироваться, в каком районе находится более удобное место для пользователя. Но, тем не менее, так тоже можно делать. Можно дальше, пожалуйста. Ну или вот в данном случае можно еще делать так. То есть на обзорном масштабе показываются одни метки, тоже такие мелкие обзорные, а уже при приближении метка четко указывает человеку на конкретное место. То есть это все нужно для того, чтобы просто сориентироваться, потому что по адресу человеку не всегда понятно, например, удобно ему с работы ехать мимо вашего пункта выдачи заказов или на работу, или в детский сад ребенка. Ну неважно. В общем, помогает именно сориентироваться в городе. Можно, пожалуйста, дальше. Также механизмы API позволяют присваивать меткам различные категории и делать фильтры. Ну, например, если часть ваших филиалов работает по выходным, а часть нет, можно сразу пользователю сделать фильтр. В данном случае как бы райфайзенбанк еще показывает, какие типы клиентов обслуживаются в каких офисах. Соответственно, ставя, убирая галочки, можно вставлять на карте только ту информацию, которая нужна. А вот теперь я вам показывала большой список. Если напрячь фантазию, представить себе вот мало того, что список с адресами, еще и рядом все вот эти вот характеристики, которые человеку нужно прочитывать и смотреть. Там является, не является, работает, не работает. Можно дальше, пожалуйста. Вот это все становится совсем неудобно. Ну, здесь просто пример того, что мы позволяем использовать не только обычную схему на сайтах, но и народную карту. С одной стороны, она лучше, потому что она подробнее, потому что люди на ней сами отмечают какие-то специфические места. С другой стороны, все-таки это пользовательский контент, об этом надо помнить. Но зато на народной карте отмечены какие-то ориентиры в виде железных дорог, аптек и так далее. Можно дальше. Можно использовать спутниковые снимки. Ну, вот, например, здесь, наверное, качество не очень хорошее, но если вы посмотрите этот сайт на экране, вы увидите, что спутниковый снимок очень красивый. В данном случае здание со спутника выглядит неплохо и, ну, как бы дополнительный элемент дизайна сайта такая карта выполняет. Можно дальше. Карты, несмотря на то, что это вебовские карты, мы, в общем-то, подумали о том, что сейчас, особенно если человеку надо сориентироваться, много внимания уделяется работе сайта на мобильном устройстве, и поэтому карты полностью сохраняют свою работоспособность на любых мобильных современных устройствах, в которых есть поддержка JavaScript. А, в общем-то, сейчас это практически все смартфоны. Можно дальше, пожалуйста. Также на наших картах можно строить маршруты прямо у вас на сайте. Соответственно, человеку даже, чтобы построить маршрут, с вашего сайта никуда уходить не надо. Ну, вот в данном случае, в общем-то, вот такой пример. Вот, когда можно задать адрес, и будет построен маршрут, можно просто кликнуть, будет построен маршрут. Это можно использовать для любых вариантов, как для того, чтобы пользователи могли строить маршрут, чтобы к вам доехать, так и для того, чтобы, например, считать стоимость доставки или считать время в пути. Можно дальше, пожалуйста. Ну, это просто пример маршрутного листа. И еще раз дальше. Вот, в общем-то, вот здесь как раз пример о том, что рассчитывается стоимость доставки в зависимости от расстояний. Потому что API вам передает расстояние, и вы уже умножая в коде его на нужную цену, высчитываете полную стоимость доставки. Человеку все прозрачно, человеку все понятно. Особенно, когда, вот знаете, есть такие ситуации, там доставка в пределах МКАДа одна стоимость, доставка за МКАД другая, доставка по Москве третья, а я живу в Зеленограде. Я вроде как в Москве, но я вроде как за МКАДом. И что мне делать? Можно дальше? В общем-то, это удобно. Ну, мы отдаем информацию о пробках. То есть вы можете сделать сайт с отображением дорожной ситуации, текущую себя на сайте. Конечно, каким-то коммерческим сайтам это, наверное, не очень полезно, но зато если это городской портал, если это какой-то новостной ресурс или автомобильный, дополнительная информация, полезный контент, он всегда полезен. Можно дальше. И недавно мы сделали новую штуку по большим-большим просьбам. Это мультимаршруты. То есть через АПИ мы отдаем еще и мультимаршруты. То есть мы показываем несколько альтернатив. Кто-то хочет ехать по низу с одного кольца, кто-то по верху, кто-то еще как-то. И дальше можно. И еще одно нововведение, которое тоже появилось в мультимаршрутах, это маршруты общественным транспортом. Соответственно, если человек к вам едет, он может доехать не только на автомобиле, естественно, он может доехать общественным транспортом. И эту информацию теперь тоже вы можете получить прямо у себя на сайте автоматически. Можно дальше, пожалуйста. И небольшой раздел специально для интернет-магазинов. Дальше. Очень удобно также бывает для пользователя просто разметить на карте зоны доставки, особенно если они неравномерные. Причем зоны будут также интерактивные. При клике на каждую зону вы увидите, сколько стоит доставка именно в эту зону. Можно, пожалуйста, дальше. Здесь вот еще один пример интернет-магазина, когда на карте размещено, посмотрите, как много информации размещено на карте, при этом вся эта информация помещается в один экран. То есть мало того, что здесь дана информация о центральном офисе компании, о филиалах компании, также здесь сразу размечены зоны доставки. И, в общем-то, если бы все это писать текстом, это бы заняло далеко не один экран. Можно дальше. Здесь еще некоторые примеры, как это все реализуется. Можно дальше, пожалуйста. Ну, некоторые люди подходят креативно и заявляют о том, что они любят своих клиентов, делают вот такие штуки. В общем-то, почему нет. Дальше можно? И еще раз. Ну, вот здесь я немножечко резюмирую, резюмирующий такой слайд о том, что же можно делать. Я не буду повторяться. Можно, да, его сфотографировать, просто чтобы все было в одном месте. Можно, пожалуйста, дальше. Ну, и давайте перейдем к самому интересному. Поднимите руки. Есть здесь программисты, ну, есть люди, которые умеют кодить на джаваскрипте. Вот вам то, что дальше может быть не очень интересно, а всем остальным, наверное, пригодится. Давайте же посмотрим, что же делать, если вы не умеете программировать. И еще раз можно. Вот. Это различные способы получения карты от самых простых к сложным, собственно говоря. Есть конструктор, есть модули для CMS, если вы на сайте пользуетесь какой-то CMS. И есть документация, в общем-то, для разработчиков на джаваскрипте. Очень подробная. Там, по-моему, мы последний раз, когда пытались выгрузить ее в PDF, там было что-то около 500 с лишним страниц. Давайте дальше. Можно дальше? Пожалуйста. Да. Ну, вот здесь просто несколько слайдов о том, как пользоваться конструктором. В общем-то, конструктор не сложнее, чем сделать презентацию в PowerPoint. Вы просто кликаете на карту, ставите метки, делаете подпись, и у вас все работает. Более того, можно дальше? Пожалуйста. Можете кликнуть? Следующий слайд. Ну ладно, пока переключать следующий слайд, я пока скажу, что, в общем-то, все созданные вами карты сохраняются под вашим аккаунтом, если вы, прежде чем делать карту, предварительно залогинились на Яндексе. Тут нужно сразу сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что из-за правил обеспечения безопасности мы не можем передавать карты с одного аккаунта на другой. И поэтому, если вы делаете карту для своей компании, ну или просите кого-то делать карту для компании, лучше это делать под отдельным корпоративным, под отдельным корпоративным аккаунтом, созданным специально вот для этого сайта, для этой компании. Под этим же аккаунтом мы рекомендуем регистрироваться и в вебмастеры, и в метрике, и, в общем-то, в справочник добавляться под этим же аккаунтом, чтобы это был все-таки единый такой аккаунт. А вот на один назад нельзя вернуть? И еще назад вернуть? Нет, да, да, да. И еще чуть-чуть вернуть. Ну вот, собственно говоря, да, вот здесь показано, что вы можете создавать новые карты, редактировать старые, к ним возвращаться всячески, и все изменения будут отображаться у вас на сайте. Вот. Да, можно дальше. Ну, собственно говоря, вот про карты, непосредственно про карты на сайтах это все, а это еще такой, ну, два бонус-слайда про контент просто, для того, чтобы сделать сайт еще красивее. У Яндекса есть панорамы, и до недавнего времени панорамы Яндекса были только на Яндексе. Если вы хотели как-то дать ссылку там и показать свое здание, вам нужно было давать ссылку на Яндекс. Теперь ссылку на Яндекс можно не давать, как это ни печально для некоторых в Яндексе, а можно просто выбрать панораму, которая вам нужна, кликнуть вот в кнопочку ссылка наверху, можно следующий слайд, вот, и тогда вы получите, ну, не только ссылку, чтобы поделиться там этим куском карты, этой панорамой где угодно, но и код для вставки этой панорамы к себе на сайт. Соответственно, никого не нужно отправлять в Яндекс, все, опять же, на вашем сайте, красивый, интересный, интерактивный контент, все, можно кликать дальше. Ну, это какие-то полезные ссылочки, собственно говоря, сайт API, клуб разработчиков, где вы сможете задать вопросы, если что-то непонятно, ну, в основном там общаются, конечно, по коду, но если у вас возникли какие-то вопросы об условиях использования или о чем-то еще, тоже можно туда писать. Ну, и соцсеточки для того, чтобы просто было удобнее с нами общаться, следить за новостями, если вдруг интересно. Все, спасибо большое. Это я, мне тоже можно писать. Да, просьба подготовить вопросы. Я тоже воспользуюсь своим положением и задам такой вопрос. А как, Екатерина, скажите, пожалуйста, как формируется, то есть по каким запросам на странице поисковых результатов мы видим колдунчика? Понятно, что по геолокационным, но мы по части запросов видим, по части запросов не видим. И опять же, учитывается ли персона человека, который вводит запрос, то есть показывать ему колдунчика или не показывать? Спасибо. Я отвечу очень общее, потому что каждый случай индивидуален. По поводу того, учитывается ли персона. Ну, наверное, если вы там хотя бы чуть-чуть следите за новостями, какими-то презентациями Яндекса, вы знаете, что, в общем-то, мы все, ну, у нас сейчас одна из основных таких направлений деятельности, это, в общем-то, персонализация выдачи, чтобы выдача была для пользователя с учетом его интересов и так далее. По поводу того, где показываются колдунчики, где не показываются. Вот мне сложно там, ну, то есть, сложно дать какой-то конкретный список, ну, не знаю, по запросу шиномонтаж колдунчик показывается, я проверяла, вот, но показывается мне. Ну, то есть, какие-то прям четкие правила, что вот здесь есть, здесь нет, их нет. Скорее всего. То есть, это даже не зависит от частотности запросов, это, в общем-то, какие-то… Нет, ну, конечно, зависит. Нам нет смысла делать колдунчик для каких-то запросов, которые спрашивают очень-очень узкий круг потребителей. Ну, я не знаю, магазин медицинской техники, скорее всего, колдунчика не будет. Но это не означает, что люди не будут искать его, например, прямо на карте. А если магазин медицинской техники, но в привязке к геолокации, там, в Бутово, например? Ну, мне сложно ответить на такие конкретные вопросы. Просто у нас очень много автоматизации. Вопросы из зала, пожалуйста. Давайте буквально два-три вопроса и остальные вопросы перенесем в кулары. Есть вопросы к Екатерине? Есть вопросы? Давайте зададим. Добрый день. Меня зовут Максим, подарки.ру. Подскажите, пожалуйста, а могу ли я посредством вашего API получить данные других организаций, контактные данные? Нет, к сожалению, нет. Мы знаем о том, что это нужно. Ответ очевиден, в общем-то. Ну, нет, на самом деле мы работаем над этим. API организации нас просят давно, и мы… То есть появится все-таки? Появится. Я, к сожалению, не могу говорить о сроках. Ловим на слове, ребят. Это хорошая новость. Спасибо. Да, пожалуйста. Я к вам потом подойду, тогда спрошу про кейс, ладно? Спасибо. Есть еще вопросы? Есть вопрос? Скажите, а пешие маршруты на картах будут? Классный вопрос. Вы знаете, пешие маршруты частично есть, когда вы строите маршрут общественным транспортом. Ну, то есть, например, если вы находитесь далеко от остановки, вам покажут пеший маршрут до остановки. Если хотите, я к вам потом тоже подойду, мы поговорим про кейсы, потому что, честно говоря, сейчас нам не очень понятен кейс пешего маршрута. Ну, то есть вы просто берете карту и смотрите, куда идти. Вы же не на машине, вам не нужны односторонние движения, пробки и так далее. Ну, давайте я к вам подойду, ну, или вы ко мне подойдете, ладно? Я не думаю, что всем интересно. В общем, основная логика такая. Пока их нет, именно поэтому. Возможно, они появятся. Тут я, к сожалению, совсем под NDA и не могу говорить. Давайте буквально еще один вопрос. У нас дедлайны, сори. Меня зовут Андрей. Вопрос такой. Вот вы сказали, что Яндекс работает над оптимизацией скорости работы. Сам лично несколько раз сталкивался, что на достаточно современных нетбуках, но не самых мощных, Яндекс-карты достаточно сильно тормозят. На чем, простите? А, на смартфонах? Нетбуки. Не ноутбук, а нетбук, но достаточно современный, просто не самый мощный. И при этом Яндекс-карты весьма сильно тормозят. Яндекс-карты Maps Яндекс.Ру непосредственно? Да, именно прям вот с Яндекса. Просто вот на сам Яндекс заходить, допустим, пробки элементарно посмотреть. Да, очень серьезные торможения идут. Это не интернет, то есть не скорость интернета, это именно вот… Я думаю, это не вопрос к Яндекс-картам. Причин может быть огромное количество, включая… Ну, в общем-то, да. Если вы прям действительно хотите разобраться, вот я давала ссылку на клуб, просто на самом деле над скоростью работают именно разработчики API. В общем-то, если вы напишите в клуб, особенно с указанием модели нетбука, я думаю, ребята… На разных пробовал, на разных. Обратят на это особое внимание. Ну, вот мне так в вакууме… Просто это, я думаю, что влияет все-таки на скорость работы сайта, в конце концов. Я понимаю, но вот у нас… Ну, если вы посмотрите наших… Ну, увидите рабочее место наших тестировщиков, у них прям такая поляна различных устройств. Вот, ребята делают иногда тоже доклады о именно сравнении скорости инструментов, которые они делают, но это такая специфическая информация. Ну, в общем, нужно разбираться конкретно. Правда, я вот так вот в общем не могу сказать. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Был очень интересный доклад. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Смотрите продолжение завтра в это же время.